Друзья, всем добрый вечер! Приветствую вас у меня на канале! Добро пожаловать! И наконец-то, наконец-то наступил вечер, потому что именно сегодняшняя жара почему-то далась мне очень тяжело. Ну, возможно, потому что я в разгар дня пошла в аптеку в 12 часов. Обратно я, знаете, пришла в полуумрачном состоянии и остаток дня провела под вентилятором. Но впереди я посмотрела в конце недели 13 градусов. Это, конечно, тоже перебор. Мы все замерзнем ночью. Если будет действительно 7, как стоит, вот сейчас Яндекс показывает, то квартиры моментально остынут, и будет холодно. Будем подмерзать немножко. Друзья, хочу с удовольствием, с радостью сказать вам, что наши с вами труды не пропали даром. Посмотрите видео про гортензии, если еще не смотрели. Это видео набрало 3400 просмотров. Это все благодаря нам с вами. Благодаря Лене, которая пригласила меня в гости, которая приложила столько труда, что все в восторге от ее сада. Благодаря, наверное, мне тоже. И главное, ребят, благодаря вам. Потому что ваши лайки под видео, ваши комментарии, ваши просмотры, ваша подписка, то, что вы делитесь моими видео со своими друзьями, то, что вы ставите лайки в соцсетях, и тут же разлетается мое видео по всем вашим друзьям в соцсетях. Это все плоды нашего с вами совместного труда. Мы сейчас с вами присутствуем в самом начале развития моего канала. И вы мне очень-очень помогаете. Без вас вот этого всего я бы не добилась. Развитие канала я бы не добилась без вас. Так что спасибо вам огромное за помощь. Спасибо за поддержку. Я думаю, что все будет хорошо. Будем продолжать развивать канал. Ребят, почему я хочу развивать канал? Я вам честно, прямо и открыто говорю, потому что я хочу в будущем зарабатывать на этом канале. Я хочу, чтобы канал приносил мне заработок, приносил мне деньги. Может быть, кто-то скажет, что да-да-да, мы знаем, блогеры все корыстные и все прочее. Но вот судите сами. Зарплата у меня копеечная. Я вам говорила в моих видео, примерно сколько у меня зарплата. Ну, копейки зарплата. Пенсии по инвалидности еще меньше. Тоже копейки. Полкопейки. Теперь. Странно было бы, если бы я не хотела, чтобы мое любимое дело приносило мне доход. Согласитесь? Мне нравится снимать. Мне нравится общаться с вами. Мне нравится рассказывать о нашем городе. Мне нравится рассказывать о местах, где я бываю. Мне нравится ощущение, что со мной рядом все время находится 500 с лишним человек. Что эти люди меня смотрят. Что если люди подписываются, я так понимаю, да, если меня смотрят, значит, мы на одной волне. Значит, мы понимаем друг друга. Значит, я не одинокий человек. У меня есть столько друзей. Вот мне очень нравится это ощущение. Мне нравится, что если я путешествую, то я путешествую не одна, вы вместе со мной. Если я поехала работать на Яльчик, то я не одна, вы вместе со мной. Правильно? И, ребят, нисколько не скрываю и не стесняюсь того, что в будущем хочу, чтобы канал приносил мне доход. Чтобы он приносил доход, нужно постоянно снимать видео, нужно постоянно работать над собой, нужно работать над развитием своего канала. Поэтому я постараюсь, постараюсь, буду все это делать, лишь бы, лишь бы меня не подвело здоровье. Потому что, скажу вам честно, помимо денег, которые требует канал, помимо денег еще канал требует здоровья крепкого. Вот. Каких денег требует канал? Например, иду показать вам кафе, которое открылось, да? Нужно все это заказать и оплатить. Или, допустим, что-то я приобрела. То, что мне не очень нужно, но такое тоже бывает. Но мне хочется, чтобы вы увидели, что можно купить, за какие деньги, где, в каком месте, где лучше. Вот это тоже требует каких-то затрат. То есть, видео требует, пусть не очень больших пока, но требует затрат. Я хочу, чтобы они окупались. Потом. Некоторые сейчас утверждают, что каналы на ютубе не монетизируются. Это неправда. Каналы монетизируются каким образом? Пока вы знаете, какая обстановка, ситуация, да, в стране, в Украине, в мире. Ютуб принял решение продолжать монетизировать каналы русских, российских блогеров с одним «но». Если человек находится в пределах Российской Федерации и смотрит любой канал, будь то американский, будь то немецкий, будь то российский, казахский, узбекский, он не видит рекламы, соответственно, деньги от просмотра российского жителя людям не идут, блогерам не идут. То есть мы сейчас, зрители, бесполезные, понимаете? Российский зритель сейчас бесполезен для любого блогера. Ни копейки не идет от российского зрителя, потому что мы не видим рекламы. Если меня будут смотреть, допустим, в Союзной Республике, может быть, кто-то уехал за границу, вот, допустим, у меня есть Вера, моя бывшая соседка, она живет в Болгарии. Я знаю, что она смотрит, прояльчик точно смотрит видео. Вера, если сейчас смотрите, вам большой привет из Волжска. Кто-то за границей скучает по своей родине, скучает по России, смотрит, допустим, меня, видит рекламу, и вот с этих зрителей идут деньги блогеру. Вот такая сейчас схема. Я надеюсь, очень надеюсь, что как можно скорее все это закончится. Конечно, не для того, чтобы мне зарабатывать, а для того, чтобы люди жили в мире, в согласии, чтобы не боялись, что придется убегать из дома с одним паспортом и с ребенком под мышкой. Спаси, сохрани, помилуй, Господи, защити всех жителей земного шара от этого. Я надеюсь, что все это скоро кончится. Не знаю, как, каким образом. Я думаю, только какое-то чудо должно случиться. Что-то должно произойти. Глобально невероятное. Ну и, соответственно, блогеры тоже перестанут страдать от несправедливости, я считаю. Но не будем распространяться на эту тему, потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Друзья, сегодня была в аптеке. Что купила? Купила немного. Вот хочу с вами поделиться. Купила пустырник Форте. 28 миллиграмм, 10 таблеток, 52 рубля. Последняя была упаковка, иначе бы я парочку точно взяла бы. По одной в день я пью, он успокаивает. Мне его рекомендовала подруга. Я сначала не поверила. Думаю, ну не может быть пустырник, чтобы от него там снизилось давление. Действительно, вот именно от такой дозировки, 28 миллиграмм, именно пустырник Форте, он помогает снизить давление. И вот я сегодня начала его вновь пить, потому что у меня опять стала подниматься давленица. Я не знаю, может быть от жары, может быть от нервишек. Ну тут заодно и нервы успокоим, и давление снизим. Потом, смотрите, я обрабатываю ногу. Я купила литровый бутыль, литровый бутылек хлоргексидина водного. Это водный раствор хлоргексидина. Тысячу миллилитров. Литр. Стоит он вдруг кому-то тоже пригодится, потому что у меня его идет очень много. Я вот такими маленькими тюбиками, маленькими бутылочками замучилась покупать. Здесь литр. И литр стоит 187 рублей, если мне память не изменяет. Ну, в общем, около 200 рублей литровая бутылка хлоргексидина водного стоит. Спиртовый хлоргексидин тоже, кстати, многие говорили, что сейчас не продается, ничего подобного. Спиртовый хлоргексидин тоже можно приобрести в любой практически аптеке. Он полпроцентный. Там должно быть написано 0, 5, значит, полпроцентный. Половина там спирт, половина хлоргексидин. И можно как руки обрабатывать, так и обрабатывать все, что вам нужно. Я такой приобретаю, чтобы на работе обрабатывать руки. Друзья, я еще хотела сегодня поговорить с вами о кэшбеке. Кэшбек – это возврат процентов, возврат денег за то, что вы едете отдыхать по Российской Федерации в период с 1 октября до 25 декабря. То есть это мертвый сезон. Понимаете, в это время практически уже у всех закончились отпуска. Может быть, у кого-то есть дополнительный отпуск. Может быть, у кого-то отпуск дали наоборот только в этот период. Вот я хочу для вас сейчас рассказать, как воспользоваться этим кэшбеком. У вас должна быть оформлена карта МИР. Вот у меня, например, зарплатная карта МИР. Может быть, у вас пенсионная, может быть, тоже зарплатная. А если нет, то ради такого случая, может быть, вы ее приобретете. Купить путевку в любом турагентстве вы можете, значит, для того, чтобы вернуть кэшбэк, для того, чтобы вернуть часть денег за эту путевку, вам нужно оформить ее с 25 августа. Но сегодня уже 28 августа. Три дня уже у нас пролетело. И по 10 сентября. Есть официальный сайт. Он называется мирпутешествий.рф. На этом сайте вы сможете сверить, точно ли ваш, значит, отель, ваш теплоход, ваша гостиница, ваш санаторий, ваш пансионат точно ли участвуют в этой программе, точно ли они являются партнерами. мирпутешествий.рф Вот вы узнали, точно, ваш отель или ваш пансионат является партнером, является участником этой программы. Программа называется «Осенний кэшбэк». В любой регион Российской Федерации вы можете купить. И, значит, когда вы все это оформите, в течение пяти дней вам вернется 20% от стоимости вашей путевки. Но, если вы едете с 1 октября по 25 декабря в любой, да, тур, то круиз, в круиз вы можете отправиться с 1 сентября этого года и тоже по, ну, там не по 25 декабря, конечно, до конца навигации. Если хотите круиз по реке, по любой реке или по морю, любому, который есть в Российской Федерации, пожалуйста, вы можете отправиться с 1 сентября и до конца навигации. Этих туров вы можете использовать неограниченное количество. Хотите, езжайте два раза, 3, 4, 5, сколько успеете, вот столько раз вам вернут 20%. 20% вам вернут за любой круиз или тур по Российской Федерации. Но, если вы хотите, чтобы вам вернули до 40%, то вы должны ехать в Дальневосточный федеральный округ отдыхать. Вот именно по Дальневосточному федеральному округу возвращается до 40%. То есть, если вы потратили 100 тысяч, то вам вернут 40 тысяч рублей обратно. По остальным регионам Российской Федерации вы потратили 100 тысяч, вам вернут 20 тысяч обратно. Но это не обязательно нужно тратить 100 тысяч рублей. Вы можете потратить любую сумму, 30, 50, 40, там, сколько угодно. И считайте, вот, допустим, если вы потратили 50 тысяч, то 20% значит вам возвращается 10 тысяч, правильно? А если вы едете в Дальневосточный федеральный округ, то с 50 тысяч вы получите 40%, это 20 тысяч рублей возврата. Друзья, если вы все-таки решили ехать в Дальневосточный федеральный округ и хотите вернуть 40% кэшбэка себе, это Бурятия, это Республика Саха, она же Якутия, да? Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край. А вдруг вы мечтали всю жизнь там побывать, и вот, посмотрите, такой случай. Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. Так что, пожалуйста, дерзайте с 1 октября до 25 декабря и с 1 сентября до конца навигации на теплоходах. Очень буду рада, если информация-то вам пригодится, если кто-то соберется поехать отдохнуть, посмотреть новые места, где никогда не был и, возможно, никогда не будет. Это ведь тоже вот надо забраться в такую Даль, а вдруг захотите, а вдруг соберетесь, а вдруг заберетесь. Друзья, на сегодня я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, обнимаю вас, самое главное, будьте здоровы. Надеюсь, скоро увидимся. Пока-пока. Друзья, уже закончила съемку, но вспомнила, что мои друзья, мой одноклассник Коля, помните, он приезжал ко мне на Яльчик с женой и с дочкой Верочкой. Потом Глеб приезжал, их сын, помните? Я вам оставлю сверху напоминалочку. Так вот, они только что вернулись из Крыма. Они были на мысе Фиолент, очень мечтали туда попасть и вот попали. И я сейчас в конце вставлю видео, которые они мне прислали, которыми они со мной поделились. А я хочу поделиться с вами. Приятного просмотра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok